здравствуйте друзья не заканчиваются вопросы которые задают нам наши зрители давай света рассмотрите пожалуйста мою ситуацию рассмотрим нам по 17 лет маленькие какие мы одноклассники более чем полгода назад признался девушки но оказалось что это не взаимно признавался в интернете за это время понял что я действительно люблю что это не гормоны просто симпатия на действительно мне без нее тяжело в общем после этого я пытался и писать сообщение в соцсети пытался поговорить живую дарил подарки соцсети пытался ухаживать живую дарил цветы в итоге дошло до того что я получил сообщение что и надоели все мои сообщения уже отвечали на этот вопрос нет меня отвечали но и так далее написано мягкой форме что я не интересен мне же тяжело удержать свои чувства я продолжал дарить подарки ласкать каждый и лайкать каждый и пост соцсети что и окончательно смесила на меня заблокировала удалила после этого уже в реале у нас был разговор где она сказала не слово а я был немного груб потом написал смс из них был разговор где она молчала а он был груб так потом написал смс извинением и сказал что больше писать я не буду она тоже извинилась вела себя так некрасиво и на этом все что вела себя так некрасиво на этом все но я понимаю что мне очень тяжело без нее я не знаю что мне делать подойти неловко так боюсь нарваться на плохое отношение равнодушие в реальной жизни она не полностью игнорирует как будто меня нет удобном случае если у меня какой-то косяк говорится и подруги что я идиот несмотря на это я все равно очень люблю помогите мне пожалуйста советом как быть очень тяжело в такую ситуацию что мне делать чтобы она меня обратила внимание и ответил тоже взаимной любовью как быть в этой ситуации вашего видео ответа точно не отвечали давай я знаю что давай я может быть камеру покручу какое-то более симпатичное зрелище найду для наших зрителей вот так поля 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 калифорния под ногу значит я думаю вот что дело в том что эти в 17 лет и в 37 отношения не всегда бывают взаимными братья и до отсутствие взаимности это большая тема для литературы всякие любовные треугольники так так далее но тут еще есть тонкость как я понимаю все таки если они одноклассники девочки 17 лет и ему 17 лет для девочки 17 лет мальчик 17 лет может быть просто не ну не не то это во первых кроме того девочка может вообще не интересоваться этим вот какими-то отношениями давали или чего-то он не признался в любви она теперь что должна делать допустим он ей даже нравится ну а что она должна делать ну вот что нет ну понимаешь как тот молодой человек говорит что ему делать со своими чувствами у него есть чувства и просто потому что он еще маленький но 17 лет это действительно очень молодой да ему то кажется что он уже во какой взрослый на самом деле он еще юн и он не испытал разных чувств в жизни да у него еще вот это арсенал первое чувство но самое болезненное но дело все в том что насильно мил не будешь поэтому не можем посоветовать как он держит любовь девушки не любит она вас это факт единственное что вы можете сделать и можете обратиться к самому себе и сказать но раз меня не любят я себе найду другой объект и я вас уверяю конечно это будет нелегко но через пройдет несколько месяцев и вы удивитесь насколько встретите других девушек которые к вам будут более благосклонны знаешь что светик при всем при том что девушек много девушки разные у них интересы разные всегда есть не одна девушка может быть достаточно много таких которым ты вполне бы подошел помимо этого есть как бы настроение состояние вот есть мужчины от которых женщины шарахаются есть мужчины которым женщины тянутся и это связано с тем как эти мужчины себя чувствуют какой они сигнал посылают и так далее значит если ваш сигнал что вы там затюкиваете ее в социальных сетях фактически дискредитируете своими лайками все же видят вот то конечно вы и вы ей досаждаете вот это мне напоминает немножко как в третьем классе допустим дернул девочку за косичку почему потому что она ему нравилось приводишь к кукушкина чем меньше женщину мы любим тем больше нравимся мы ей но это речь идет о женщина и идет о детях и о детях тоже самое дело в том что когда человек начинает досаждать он становится очень невыносим это правда и никакая женщина ему не захочет хоть девочка правду но если надо примете как мы еще еще раз очень нет и вы потом научитесь это делать в жизни более ненавязчиво скрывать свои чувства как-то вести себя более адекватно а сейчас еще просто надо сказать что статистически статистически если посмотреть на людей которые женаты у них семьи у них все в жизни нормально и так далее какой процент этих людей создал семьи с теми кто был их первым чувством ну вот я не знаю вот кроме нас со светой есть еще кто-то ну наверно где то есть наверное где то есть но у тебя у тебя а у тебя были кавалерами кавалеры но не было такого чувства наши там нет ну потом я детский вот 17 лет да значит поэтому нет у меня тоже какие-то были подружки но просто мы говорим про чувства там про это дело в том что и борзли любовь она очень действительно она очень чувствительная очень ранимая и человек еще не имеет достаточно понимание как себя вести вот ему хочется чтобы другой его приду точно так же мы не можем заставить я это что хотел сказать я хотел сказать что важность важность конкретно этих отношений в его жизнь важность то есть они сиюминутно важны они его ранят сиюминутно но если посмотреть долгосрочные перспективы вероятность того что эти отношения как и существенно повлияют на всю его жизнь будучи будучи взаимными или не взаимы вероятность этого крайне мало крайне мало и я например не очень понимаю что такое я без нее не могу да вот же она не же одноклассники вот она сидит ну чё ты сам она не делается отношение надел в том что вам нужно просто у себя выработать правильное отношение к ситуации и сказать но если я девушке не нужен да она мне не нужна я найду себе другую девушку это будет правильное отношение еще вам будет легче еще более правильное отношение состоит в том что я должен быть таким я должен быть таким чтобы каждая девушка мечтала бы иметь такого парня как я спросите себя не только себя спросите других людей каким парень должен быть чтобы там ну любая в кавычках любая когда-то почти любая чтобы многим девушкам хотелось именно этого они же ведь тоже не то что вот им всем разного подавали из того что им подавали может быть 80 процентов это одно и то же что это такое должно быть в человеке вы знаете но во всяком случае не тот который ходит лайки ставит вам вам не нужна такая которая будет балдеть от того что вы лайки ставите под ее поставить честное слово это совершенно не та девушка которая вам нужна но займитесь вот этим что должно быть в человеке и начните соответствовать понимаете будьте целеустремленным будьте вдохновенным ну подожди это общее разуме подожди будьте спортивным но ты не понимаешь у него сейчас болит но он должен понять в чем дело ну вот я говорю выработать правильное отношение а дальше делать все то что Михаил говорит да но и если в конце концов она ему уже настолько там близка родна и так далее куда сюда смотри какие места красивые места очень красивые камера показывает если ему это действительно так важно будь таким чтобы она обратила на тебя внимание я хочу сказать что очень много есть историй когда люди были в школе и где-то знакомы были с юных лет и не обращали друг на друга внимание а когда они стали чуть постарше в институте или может быть сразу после там да в 20 22 23 25 вдруг они где-то столкнулись там на улице или что-то у меня студентка была рассказывала как у нее эта история произошла так тоже очень похожа вот такая и и вдруг у них вспыхнула полыхнула рванула и там понеслась такая любовь морковь там все такое вы же не не то что вам завтра помирать или там на пенсию выходить у вас еще много чего впереди так что я думаю что вот мы на этом наверное да расстанемся с молодым человеком и пожелаем ему встретить вот ту самую девушку которая на достоинство оценит по достоинству оценит да ну и чтоб достоинств так накапливал накапливал чтобы не оставался на том же уровне достоинств счастливо достоинства